Скажите, а вы были 16 марта на дне открытых дверей в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки? Нет, много потеряли. Но ничего, мы восполним это упущение. Во-первых, в нашем видеоролике вы сможете увидеть все то, что происходило в Академии в этот день. А во-вторых, через месяц, 20 апреля, пройдет еще один день открытых дверей. И тогда вы уже сможете увидеть все воочию. Итак, мы начинаем наш рассказ. В этот день в Академии было очень многолюдно. Причем посетители были самого разного возраста. И совсем юные, и подростки, и люди старшего поколения. Перефразируя известное выражение, можно сказать, «Настоящему искусству все возрасты похожи». Пробные уроки. Так называются эти занятия. Они дают возможность любому человеку взять в руки карандаш и кисть и прикоснуться к белому листу бумаги. И как знать, может быть, среди тех, кто впервые это сделал в стенах Академии, окажутся будущие известные художники. Но также, если ваш ребенок не станет профессиональным живописцем, поверьте, прикосновение к искусству сделает его лучше. Для тех же, кто стоит перед выбором профессии, посещение Академии стало возможностью более подробно узнать, как и чему обучают в этом уникальном учебном заведении. Академия Программа «Дня открытых дверей» включала в себя не только уроки живописи. Посетители Академии смогли познакомиться и с другими видами изобразительного искусства. Например, с витражом или древней техникой римской мозаики. В корпусе монументально-прикладного искусства мастера Академии провели пробные занятия с теми, кто хотел сам познакомиться с приемами росписи по керамике. Сюда приходили все с семьей. Всей семьей приходили и в другую аудиторию, где можно было взять в руки стек и попробовать изготовить изразцы. В гончарной мастерской посетители увидели, как под руками мастера, словно по волшебству, из куска глины возникает изящный кувшин. И даже сами смогли покрутить гончарный круг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В одной из мастерских Академии зрителям продемонстрировали возможности уникального станка по гидроабразивной резке камня. А в соседней сне мастерской анималистики можно было под руководством мастера вылепить небольшую скульптуру. Как всегда гостеприимно распахнул свои двери уникальный музей акварели. А в купольном зале Академии открытые уроки провели художники, преподаватели Академии, члены-корреспонденты Российской Академии Художеств Ольга Волокитина, Наталья Беседнова, Сергей Котов, Александр Волков, Алексей Кравченко. Академии Художеств В художественном салоне Академии можно было приобрести все необходимое для работы художника. В киноконцертном зале Академии прошла встреча посетителей и будущих абитуриентов с ректором Академии, народным художником России Сергеем Андреякой и преподавателями Академии, которые ответили на вопросы собравшихся. Вот и закончился наш небольшой видеорассказ. Приходите к нам 20 апреля и, думаю, вы не пожалеете. Редактор субтитров А.Семкин